Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Юля, я работаю в Центре поддержки иммигрантов. Я являюсь экспертом в области легализации пребывания и работы иностранцев в Польше с опытом работам уже более пяти лет. Сегодня мы рассмотрим очень важный элемент в легализации пребывания иностранцев, как подача документов на карту побыта или на вид на жительство в Польше. Первый способ подачи документов это зарезервировать себе визит в ужинде. Для того чтобы его зарезервировать надо войти на официальную страницу ужинда. В нашем случае мы рассматриваем поморский ужин и входим на официальную страницу поморского ужинда воевудского. Почему это самый эффективный способ? Потому что если у вас будет уже договоренный визит, вы приходите со всеми документами, которые сразу проверят и у вас снимут отпечатки пальцев. После этого вы получаете печать в паспорте, которая свидетельствует о том, что вы подали заявление и находитесь в Польше абсолютно легально. После этого ваше дело направляется к инспектору. Итак, смотрим шаг по шагу. Входим на страничку gdansk.uv.gov.pl, поморский ужин воевудский в находим закладку для клиента. Затем мы переходим в цузоземцы. Это иностранцы по-польски. Да. И тут есть такой момент, как отдел легализации побыт у цузоземцев. Да. Потому что этот отдел разделяется на два подотдела, которые легализируют пребывание и работу. Нам нужно на работу, на побыт. Да. Заходим в отдел до справ легализации побыт у цузоземцев. И здесь есть такой линк «Резервация визиты в ужинте». После этого мы заходим опять же таки на резервацию и входим в отдел до справ легализации побыт у цузоземцев в Гданску. И есть такой «За резерву визита». Так как мы подаем только документы, мы должны выбрать первый вариант «Взружение внеску легализации побыту». Если нам надо зарезервировать визит, чтобы донести документы, мы выбираем вариант второй. К сожалению, видим, что мест нет. По последним данным в нашем ужинде воевудском около 16 тысяч поданных заявлений. Поэтому очень сложно зарезервировать себе визит. Лучше всего это делать либо поздно ночью, либо рано утром. Но что же делать? Второй метод по степени эффективности является подача документов через канцелярию. Там вы подаете документы и вам выдают такую карточку с печатью. Это опять же таки будет свидетельством о том, что вы подали документы и ждете решения. Если у вас заканчивается виза, либо безвизовый режим, эта карточка с печатью служит подтверждением легализации вашего пребывания. Но тут этот метод является менее эффективным, потому что отпечатки пальцев у вас не снимут, и печать в паспорте, к сожалению, не поставят. Третий метод. Если у вас не удается попасть в канцелярию, вы можете подать документы почтой. Это можно сделать в любой день легального вашего побыта, пребывания в Польше даже в последний день вашей визы или последний день безвизового режима до 12.00. Можно выслать почтой. Этот метод наименее эффективный, потому что у вас будет подтверждение только такая карточка в почте. И это будет сложно доказать, допустим, на границе, что вы находились в Польше легально. И, к сожалению, если мы отправляем почту, случаются такие ситуации, когда документы оказываются утеряны. Надеюсь, что эта информация была для вас полезна. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.